Не существует никакого великого зла, кроме чувства вины. Так сказал не я, так сказал Цицерон. Я с ним не вполне согласен. Приветствую, мои дорогие. В этом видео мы вдоль и поперек разберем чувство вины. В каких случаях оно бывает полезно, в каких случаях оно бывает бесполезно или даже вредоносно. Если вы открыли это видео, значит чувство вины вам знакомо. И я подозреваю, что вам с этим чувством не очень хорошо и комфортно живется. Давайте разбираться, что есть что. Есть чувство вины, нормальное, здоровое чувство вины. Когда мы сделали что-то плохо, мы поняли, что мы совершили ошибку, извинились, если это того требует и пошли дальше. Идем, живем себе спокойно. А есть чувство вины хроническое или глубинное, а может быть даже его лучше называть иррациональное. То чувство, которое непонятно откуда и почему появляется. И по моему великому убеждению, чувство вины оно как яд. Оно может исцелять в малых дозах. А в больших дозах оно вредоносно и даже опасно. Я бы даже так сказал, смертельно опасно. Давайте же разбираться, откуда оно в нас появляется. Дело в том, что вина это эмоция социальная. Другими словами, мы рождаемся без этой эмоции. Мы рождаемся без чувства вины. Но находятся взрослые люди, находятся взрослые люди, более опытные, которые нам это чувство встраивают. Для чего они это делают? Дело в том, что если бы чувство вины не существовало, то мы бы были не очень хорошими людьми. Согласитесь, человек, у которого напрочь отсутствует чувство вины, это просто монстр. Он сметает все на своем пути, не задумывается о никакой обратной связи. В общем, чудовище. Наверное, вы знаете таких людей. И кто же определяет эту дозу яда, спросите вы. И я вам, как любой классический психолог, отвечу, что долю яда определяем мы сами. Приблизительный механизм, как это сделать, я дам несколько позже в этом видео. Но давайте пока поразбираемся, как у нас рождается для начала здоровое чувство вины. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот самое яркое словосочетание, которое может охарактеризовать чувство вины. То есть у каждого из нас должен быть какой-то механизм, который нам подсказывает, делаем мы что-то хорошее или делаем мы что-то нехорошее. То есть некий элемент обратной связи. Иначе мы просто не будем понимать, как же и куда мы двигаемся в этой жизни. Небольшая научная справка. Я читал одну из научных статей, в которой описано исследование, в котором говорится вот какая интересная штука. Что чувство вины мы начинаем уже испытывать где-то в возрасте 6 месяцев. Только представьте, мы еще не умеем ходить, мы еще не умеем разговаривать, но уже умеем испытывать это чувство. Это вам просто, на заметку. А мы разберем небольшой пример. Представьте годовалого ребеночка, который только недавно познакомился с фломастерами и карандашами. Но кроме того, что он сам познакомился с фломастерами и карандашами, он еще познакомил с ними же обои в квартире. И, конечно, родители испытывают гнев, негодование. И самое главное, родителю донести своему чаду ненаглядному, что так делать больше никогда не стоит. Но возникает вопрос, как же это сделать? Ведь годовалый ребеночек не понимает практически слов. Здесь включаются наши древние механизмы. И родитель с помощью интонаций, с помощью своего невербального сообщения пытается показать ребенку, что если он поступает таким образом, родитель будет испытывать неудовлетворение, неудовольствие. Другими словами, нехорошие эмоции в этом отношении. Другими словами, родителю нужно донести вот такой месседж. Только попробуй сделать это снова, и я буду испытывать гнев и неодоврение. Продолжаем разбираться, как родителю это сделать. Слова здесь не работают. Слова здесь абсолютно не работают. Как я говорил немного раньше, здесь включаются интонации и эмоции. И таким образом, шаг за шагом, допуская каждую новую ошибку, новую незнакомую ошибку, ребенок научается испытывать чувство вины благодаря нашим родителям. Благодаря нашим родителям. Это классический пример, и это происходит с каждым, кто родился на этой земле и кто растет в социумек. Кто растет среди других людей. Иногда наши родители перегибают. Перегибают в буквальном смысле. Наказывают очень часто, очень сильно. И порой ребенок уже понял, уже каким-то образом осознал, что то, что он делает, делать не стоит. Но родитель, не имея тормозов, продолжает его за это присылать. Именно таким образом у нас воспитывается чувство вины. Иррационально. Когда у нас формируется внутренняя установка о том, что мы какие-то неправильные, какие-то недочеловеки. Итак, к чему мы пришли на данный момент? Мы пришли к тому, что испытывать вину, это в принципе нормально. Но как я говорил в самом начале видео, вина, она как яд. В малых дозах она полезна, она помогает нам развиваться. А в больших дозах она смертельно опасна. Почему я говорю смертельно опасна? Потому что мы можем скатиться в некое самоуничтожение, само бичевание. И в конце концов, человек, которым овладело иррациональное чувство вины, он легко поддается манипуляциям. Именно это и делают с нами наши родители и воспитатели. Когда мы научились испытывать вину, нами легче управлять. А любой родитель, кто воспитывал детей, со мной согласится, что лучше, чтобы ребенок был управляемым. Чтобы он не совал пальцы в розетки. Чтобы он не разрисовывал стены в квартире. Чтобы он не делал много чего того, что делать не стоит. Согласитесь. Напишите в комментариях, кто с этим согласен. Ну а мы идем дальше. Я обещал дать инструмент. Я обещал дать инструмент, который вам поможет определить внутри себя этот уровень яда. Где та граница полезной вины и уже превосходящей, иррациональной, излишней вины. Итак, смотрите, что нужно сделать. Механизм предельно простой. Если вы сделали что-то, что не следовало делать, испытали при этом чувство вины, и дальше понимаете, что таким образом поступать в следующий раз не стоит, в следующий раз стоит поступить другим образом, то в принципе с чувством вины у вас все в порядке. Если же вы сделали что-то не то, испытали чувство вины, и не делаете из этого никаких выводов, либо же продолжаете погружать себя в еще более глубокое чувство вины, продолжаете заниматься самоуничтожением, самоуничижением, самобичеванием и так далее, то здесь уже, конечно, чувство вины у вас иррационально. Или по-простому. Если чувство вины не мешает вам развиваться и чувствовать себя счастливым, то вы дозу не превышаете. А если чувство вины вам мешает развиваться и чувствовать себя счастливым, вообще в целом, в жизни, то, конечно, здесь уже нужно разбираться с причинами вашей иррациональной вины, чем мы и займемся в дальнейшем в этом видео. Что такое иррациональная вина? Это такая вина, у которой по большому счету, как вы думаете, нет причины. То есть ничего особо не случилось, объективно ничего не случилось, вы нигде не накосячили, ничего такого, что должно было бы вызвать у вас чувство вины, не произошло, но вы чувствуете это чувство. Вот что такое вина иррациональная. И есть несколько факторов, с помощью которых вы можете определить, что у вас это чувство присутствует. Просто сейчас продолжайте просмотр, я буду приводить те факторы, которые говорят о том, что у вас присутствует иррациональная, либо вредная, либо хроническая вина, и делайте выводы, и обязательно досматривайте видео до конца, потому что в конце, как всегда, я буду делиться инструментами, которые вам помогут исцелить вашу иррациональную вину. Ту вину, которая мешает вам развиваться, которая мешает вам чувствовать себя счастливыми. И напишите, пожалуйста, в комментариях, если те факторы, о которых я рассказываю, вам знакомы. Первый фактор, который указывает на то, что у вас есть иррациональная вина, называется готовность подстраиваться под других. То есть, если у вас есть глубинное чувство вины, бессознательное чувство вины, то, скорее всего, вы будете чаще, чем люди, у которых нет иррациональной вины, готовы под кого-то подстраиваться. Второй фактор, это желание угодить. Он чем-то похож на первый. Желание подстраиваться и желание угодить. Желание угодить также указывает на то, что чувство иррациональной вины у вас присутствует. Другими словами, дорогие мои, вам легче уступить, либо подстроиться под другого человека, потому что присутствует внутри некий бессознательный страх наказания. И внутренний диалог звучит приблизительно так. Лучше я уступлю, чем потом буду чувствовать себя виноватым. С другой стороны, вот этот механизм, он является одновременно и перекладыванием ответственности. Я не буду ничего делать в своей жизни, отстаивать свои границы, потому что я боюсь, но одновременно меня никто не обвинит. Но проблема здесь в том, что если вы таким образом избегаете ответственности, чтобы вас никто не обвинил, то в жизни ничего не меняется, к сожалению. Просто вместо того, чтобы что-то изменить, я показываю всему миру, что мне плохо. Следующий критерий или фактор, который показывает, что у вас присутствует иррациональная вина, это когда нормально, что вы допускаете, что на вас кто-то кричит. Небольшой пример. Допустим, у вас на работе крикливый начальник. У вас на работе крикливый начальник. И он приходит, вы ничего не сделали плохого, вы следуете плану, вы показываете все нужные показатели. А он приходит и на вас кричит. Так вот, если в этот момент вы воспринимаете это как нормальную ситуацию, то у вас наверняка есть иррациональная вина. Потому что человек, который не обременен иррациональной виной, если он адекватно понимает, что он ничего конкретно плохого, неправильного, некорректного не сделал, а на него вдруг начинают орать, он просто будет в легком афиге. Он скажет, извините, подождите, что происходит, почему вы на меня кричите. Ну, другими словами, он любым способом прервет эту коммуникацию, скажет, «Знаешь, мой дорогой начальник, вот вы когда остынете, вы когда остынете, давайте мы вернемся к этому разговору, с вами что-то не так». Вот приблизительно такая логика у человека, у которого нету чувства иррациональной вины. А у кого есть чувство иррациональной вины, тот будет воспринимать крик и повышение голоса в отношении себя как некую нормальную историю. Почему так происходит? Так происходит, потому что в детстве кто-то из родителей-воспитателей переборщил и встроил это чувство, ну, скажем так, с превышением. Скажем так, с превышением и поэтому вам кажется, что вам нормально. Если на вас кричат, это нормально. Но это не нормально. Это признак иррациональной вины. Будем разбираться дальше, что с этим делать. Кстати, еще один фактор, который показывает, что у вас есть чувство иррациональной вины. Если вы ищите в интернете видео с названиями «Как вести себя, когда на тебя кричат», «Как вести себя, когда на тебя, к тебе относятся агрессивно», то, скорее всего, у вас есть чувство вины. Почему? Потому что человек, который не испытывает иррационального чувства вины, он даже не задается этими вопросами. Он уже знает, что если на тебя кричат, нужно этого человека остановить, то есть очертить свою границу, показать, что для тебя это просто неприемлемо. Но, если вы задаетесь этим вопросом, если вам некомфортно, когда вам нужно получить информацию, как вести себя, когда на тебя орут, когда на тебя кричат, то это тоже, скорее всего, является фактором. Является фактором того, что чувство вины у вас избыточное. Следующий фактор, присутствие у вас иррациональной вины, это ощущение того, что я чего-то недостоин. Недостоин хорошего отношения к себе. Недостоин каких-то хороших вещей. Ну и так далее по списку. Внутренний диалог приблизительно такой. Как же я могу себе это позволить? Здесь тоже присутствует какое-то иррациональное чувство вины, потому что по факту, если у вас есть все средства для того, чтобы себе что-то купить, что-то себе позволить, но вы себе это каким-то образом бессознательно запрещаете, вы, конечно, будете привязывать это к каким-то другим вещам, которые напрямую с вами не связаны. Ну, например, я не покупаю себе новую рубашку, потому что в Африке детишки голодают. Как одно связано с другим? Можете ли вы на это влиять? Про Африку и детишек поговорим немножко позже. Или я не покупаю себе, не знаю, новую рубашку, потому что моя жена уже будет второй год ходить в новой шубе. Ну, понимаете, мы стараемся, мы когда испытываем чувство вины иррационально, а чувство вины иррационально, оно непонятное для нас, мы тогда пытаемся его всяческим образом рационализировать, то есть показать себе, почему это справедливо. Итак, триггер, о котором я только что рассказал, называется «Я чего-то недостоин». Записывайте, пишите в комментариях, встречались ли вы с таким ощущением. Пока я перечисляю триггеры, очень важно понимать еще одну вещь, касаемую чувства вины. Чувство вины, оно всегда, в большинстве случаев, перед кем-то. То есть мы не можем просто так чувствовать вину. То есть она должна быть всегда связана с кем-то или с чем-то. Знаете, я люблю, когда на меня нападают верующие, и загадаю вам небольшую загадку. Если нам не перед кем чувствовать вину, перед кем нам предлагает чувствовать вину религия. Кстати, в разных религиях чувству вины уделяется разное внимание. И вот сейчас посмотрите, выходцы из каких религий являются более преуспевающими людьми. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что чувство вины напрямую связано с нашей успешностью и преуспеванием в чем-то. Ну, например, если мы испытываем иррациональное чувство вины, мы, допустим, не можем повысить свой доход. Объясняю механизм, как это работает. К примеру, вы решили зарабатывать какую-то сумму денег, сумму X. А в вашем окружении люди зарабатывают в 10 раз меньше, чем вы решили зарабатывать. Представьте, как вы себя будете чувствовать, если вы резко начнете зарабатывать больше в 10 раз, чем все остальные. Наверняка вы будете испытывать чувство вины, а может быть даже и чувство стыда, что вы не соответствуете каким-то критериям того сообщества, в котором вы проживаете. Кстати, небольшое добавление, чем отличается чувство вины от чувства стыда. Чувство вины, оно про нашу внутреннюю оценку, оно про нашу совесть. Это о том, как мы сами себя оцениваем, оцениваем наши поступки. Вот это про вину. Чувство стыда, оно больше не про наши поступки, а больше про нашу идентичность, про наши внутренние идеалы и наше внутреннее соответствие какому-то из идеалов. Продолжаем разбираться. Если вы испытываете чувство иррациональной вины, то чувство, которое поднимается из ниоткуда, то достигать более высоких результатов будет тяжело. С этим нужно работать, от этого нужно избавляться. Как я обещал, в конце видео дам несколько техник, которые вам помогут с этим разобраться. сразу отвечу на вопрос для верующих. Люди иногда задают мне вопрос Юрий, а вы сами верующий? Да, я верующий, но я верующий неправильный. Дальше комментировать не буду. Следующий критерий, по которому вы можете определить, что у вас чувство вины избыточно, либо хроническое, либо иррациональное, это постоянное желание извиниться. Я здесь говорю не о нашем дежурном извините, как пройти в библиотеку или извините, который час, извините, как мне пройти туда-то, туда-то. Нет, это, скажем так, наша культурная особенность, мы извиняемся за то, что мы человека потревожили, это не об этом. А здесь идет речь о том, что внутри есть постоянное желание и хочется перед человеком извиняться. Порой даже человек уже и думать забыл о том поступке, который вы совершили или не совершили, но вы продолжаете извиняться. Вот если есть вот этот внутренний подзыв постоянно перед кем-то извиняться, обратите на себя внимание, скорее всего иррациональная вина в вашем сознании присутствует. И последний триггер, по которому вы можете определить, что у вас с чувством вины не все в порядке. Это такое желание, хочется спрятаться, хочется закрыться, хочется оказаться в своем домике. Это желание, как правило, возникает в каких-то некомфортных ситуациях, когда нам нужно отстоять свои границы или когда мы просто присутствуем при какой-то ситуации, которая нам неприятна, нам как будто хочется схлопнуться в себя, хочется схлопнуться и спрятаться. Вот это тоже один из триггеров. И у всех этих триггеров есть следствия в виде убеждений и стремлений, но о них я расскажу после небольшой рекламы. Мои дорогие, в этой рекламной паузе я хочу вам рассказать об одном очень крутом YouTube-проекте, на который вы обязательно должны подписаться. Почему должны? Потому что это мой YouTube-канал. Он называется Живой канал Юрия Пузыревского. Почему нужно подписаться на этот канал? Потому что на том канале мы общаемся постоянно, только вживую. Там мы проводим регулярные прямые эфиры, обязательно по четвергам. Также там проходят спонтанные эфиры с тем же автором, то есть в смысле со мной. И там происходит очень много интересной движухи, которой не будет на этом канале. Что я имею ввиду под движухой? Вот, например, недавно мы закончили марафон психологической гигиены, записи которого кстати еще пока до сих пор хранятся на канале. Поэтому рекомендую перейти по ссылке, которая появится здесь или здесь и обязательно будет закреплена в комментарии и в описании. Жду вас на своем живом канале. Поверьте, мне вас там очень, очень не хватает. Итак, перечислю все критерии, по которым можно определить, что у человека присутствует чувство вины. Первый критерий готовность подстраиваться. Второй критерий желание угодить. Третий критерий когда нормально, что на вас кричат либо повышают голос. Четвертый критерий ищите ролики на ютубе с названием «Как себя вести, если на тебя повышают голос». Пятый критерий есть ощущение, что я чего-то недостоин, что я в принципе недостоин многого. Шестой критерий желание постоянно извиняться. И седьмой критерий хочется исчезнуть, испариться, спрятаться, закрыться в своем домике. Но у этих критериев есть определенные следствия. Следствия в виде убеждений и стремлений. Их сейчас и разберем. У меня нет права на ошибку. Привет, перфекционисты. Стремление сделать все идеально. Ну тут понятно почему. Потому что мы не хотим испытывать это неприятное чувство вины. У нас есть страх, что нас догонит наказание. Поэтому мы стремимся сразу, с первого раза сделать все идеально. Правда, не всегда это получается. Следующее стремление звучит так. Я белый и пушистый. Я идеальный. Мы стремимся быть идеальными. Соответственно, для чего мы это делаем? Мы стараемся избегать наказания. Поэтому мы стараемся быть прям вот супер идеальными. Если у вас есть стремление быть идеальным, то подумайте, пожалуйста, перед кем вы хотите быть идеальными? Перед кем вы хотите быть таким белым и пушистым или белый и пушистый? Почему это важно? Потому что если вы избавляетесь от этого стремления, ваша жизнь начинает играть совершенно другими красками. У вас нету чувства вины и вам не нужно ни перед кем ничего доказывать. и третье стремление это никогда не показывать своих ошибок. Точно так же оно вытекает из следствия того, что мы стараемся избегать наказания. Но если вы замечаете за собой, что вам часто сложно признать какую-то свою ошибку, то есть вы начинаете где-то врать, завираться, то скорее всего вы подвержены вот этому иррациональному чувству вины. Разберем еще одну установку, которая тоже является предшественником иррациональной вины. Эта установка звучит так. Я плохой или я нехороший? Я плохой руководитель? Я плохой отец? Я плохая мама? Я плохой сын? И так далее, и так далее, и так далее. Когда у нас есть такая установка, это нам звоночек и триггер о том, что чувство вины у нас переполняет допустимое значение. В чем коварный эффект этой установки? Напоминаю, установка я плохой или я нехороший? Коварный эффект этой установки заключается в том, что мы сами того не понимая и не осознавая будем искать себе некого киллера, некого человека, который приведет в действие наказание. Другими словами, если у нас есть установка я плохой кто-то, я плохой родитель, плохой сотрудник, плохой сын и так далее, нам будет бессознательно хотеться, это детская позиция, нам будет бессознательно хотеться найти какого-то взрослого, который осуществит с нами вот этот паттерн, привычный шаблон, что если я плохой в чем-то, то меня должны наказать, то есть это еще одна установка, если я плохой, то я должен нести за что-то наказание. Очень часто эти вещи крайне иррациональны, мы их даже не замечаем и не осознаем, но важно о них знать. Если вы досмотрели это видео до этого момента, то теперь мы начинаем разбираться с тем, что же делать? Ключевой вопрос у людей всегда, что мне теперь со всем этим делать? И первый шаг к решению любой психологической проблемы это осознание. Если вы досмотрели это видео до этого момента и вы словили себя на том, что некоторые из вещей, о которых я рассказывал вам знакомы, вы их испытывали, вы уже на верном пути. 50% работы вы уже сделали. Здесь очень важно признаться, признать в самом себе, что да, я подвержен вот этому излишнему иррациональному чувству вины. Расскажу вам одну небольшую метафору. Жил-был царь и он владел каким-то невероятным королевством или царством. И у него была такая привычка. Он раз в год ездил посещать тюрьму с ревизией и его слуги знали, что иногда царь может кого-то без причины просто навсегда освободить из тюрьмы. И в этот раз он поехал в тюрьму, ходил по камерам, смотрел, как там живут и чувствуют себя заключенные. А в этой тюрьме содержались самые разные люди, и грабители, и убийцы, и насильники, в общем, все, кто только можно. И когда он ходил по камерам, большинство, точнее, все заключенные ему говорили царь, мы не виноваты, отпусти нас, это ошибка, на нас наклеветали и так далее, и так далее. то есть постоянно нас подставили, говорили они. И вдруг один заключенный сказал, царь, я убил человека, я убийца, и даже несмотря на то, что я получил наказание пожизненный срок, я не могу этого вынести, я виновен, я виноват, мне здесь очень тяжело и плохо, потому что я совершил что-то ужасное. и в этот момент царь сказал охранникам тюрьмы отпустите его, он испортит всех остальных заключенных. К чему я рассказываю эту метафору? Смысл этой метафоры заключается в том, что когда мы испытываем чувство вины, нам нужно понять и принять за что мы это чувство вины испытываем, то есть дать себе какую-то оценку. И наша задача освободиться из этой тюрьмы, когда мы признали себе, что да, я совершил ошибку, да, я в этом виноват. Все, на этом этапе мы можем, мы имеем полное право уже дальше не испытывать чувство вины. А мы идем ко второму шагу. Второй шаг избавления от иррациональной вины заключается в том, что вам нужно определить свою дозу. Помните, в начале видео я рассказывал, что если чувство вины вам не мешает чувствовать себя счастливым, не мешает вам развиваться, то это окей. Если же вы постоянно испытываете чувство вины, если же вы не можете развиваться благодаря этому чувству, если же вы не можете чувствовать себя счастливым, то значит норма превышена. Значит, берите этот инструмент и начинайте замечать за собой, что здесь я ни в чем не виноват, но я почему-то чувствую себя виноватым. самостоятельная работа над чувством вины она такая долгосрочная, но я уверен, что это видео вам действительно поможет от нее избавиться. А пока мы переходим к третьему шагу. Третий шаг заключается в том, что вам нужно отследить и заметить, когда это чувство у вас появляется, в какие моменты, в каких ситуациях и вообще почему. И пускай это не будет прям так напрямую связано с тем, что вы думаете, потому что иррациональная вина, она чем коварна? коварна тем, что она появляется из ниоткуда, как нам кажется. Но мы найдем причину. И в этом нам поможет самый лучший инструмент всех времен и народов. Это лист бумаги и ручка. Что нужно сделать на этом листе бумаги? На этом листе бумаги нужно составить список всех людей и ситуаций, где я чувствую себя виноватым. Просто на составляйте список всех людей и ситуаций, в которых вы чувствуете себя виноватым. Людей, перед которыми вы чувствуете себя виноватым и ситуации, в которых вы, соответственно, чувствуете себя виноватым. Составляйте огромный просто список. И ведь согласитесь, человек, который испытывает чувство вины, им очень легко управлять, им очень легко манипулировать. Может быть, уже пора от этого избавиться. Четвертый пункт это работа со списком, который вы составили в предыдущем третьем пункте. У вас есть большой список случаев, ситуаций, людей, перед которыми вы испытываете вину. И теперь вам нужно проработать у себя внутри каждый из этих случаев. Чтобы вам это дело все проработать, вам помогут несколько вопросов. Первый вопрос, который нужно задать каждому конкретному случаю, звучит так. Что мне дает это чувство? И постарайтесь найти ответ, что мне дает это чувство. Следующий вопрос, что я хочу в конкретной ситуации? Я хочу, чтобы меня простили, я хочу понести наказание, я хочу что-то еще. Очень важно найти вот эти свои вторичные выгоды, очень важно понять, почему мне выгодно, или почему мне так комфортно, или почему мне так привычно испытывать это неприятное чувство. Следующий вопрос, который нужно задать к каждому из пунктов, звучит так. Почему мне нравится испытывать это чувство? Почему я хочу испытывать это чувство? Это странный вопрос, но он такой вытрезвляющий, он помогает вам осознать, что все-таки выгода какая-то у вас есть, и когда вы поймете, когда вы осознаете выгоду испытания вот этого неприятного чувства, вам сразу станет намного легче. Можете задать другой вытрезвляющий вопрос, почему я не хочу от этого избавиться? Теперь же, когда вы проработали с этим своим огромным списком, повыясняли свои вторичные выгоды, поотвечали на все вопросы, нам предстоит встреча с суровой реальностью. Есть упражнение, которое я вам сейчас расскажу, которое поможет вам действительно избавиться от этого чувства. Оно заключается в том, что если вы действительно чувствуете и понимаете, что вы в чем-то накосячили перед кем-то, вам нужно извиниться, вам нужно извиниться, вам нужно найти в себе силы, подойти к этому человеку и извиниться. И когда вы перед этим человеком извинитесь, вы получите самых распространенных 4, 4 варианта ответа на ваши извинения. первый первый вариант заключается в том, что тот человек, перед которым вы извиняетесь, не считает вас в чем-то виноватым. Он вам скажет, слушай, да не парься, я уже и забыл об этом, слушай, давай двигаться дальше и все такое. Это хороший такой позитивный идеальный вариант, но он может случиться и уверяю вас, если вы испытываете иррациональное чувство вины, вот такое перманентное, постоянное, оно вас преследует, вам почему-то будет казаться, что все на вас обижаются, злятся, хотят вас наказать. Это абсолютно не так. Наберитесь смелости и просто попробуйте извиниться перед другим человеком. И в первом случае, скорее всего, он может вам ответить, что, да ладно, не парься, я уже забыл. Следующий вариант ответа вашего собеседника, перед которым вы извиняетесь, он более холодный. Он скажет, да, окей, то есть, я принимаю твои извинения, мне было неприятно, но спасибо, что извинился. Это тоже хороший вариант. В этот момент вы будете испытывать облегчение, вам будет становиться легче, вы будете испытывать очищение, катарсис, можно это так назвать. И третий вариант, который вам может ответить ваш собеседник, перед которым вы извиняетесь, он может попытаться усиливать ваше чувство вины, он может вам начать говорить, да как ты мог со мной так поступать, я из-за тебя, вот и это потерял, и то испытал, и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае такое же может быть, согласна, что такое может быть, мы именно по этой причине, думая, что тот человек, перед которым мы извиняемся, так отреагирует, мы чаще всего и не хотим извиняться. Но здесь очень важно, если вы вдруг извинились перед человеком, и он начал вам вот такую тираду, и начал продолжать усиливать ваши чувства вины, нужно сделать один энелперский фокус у себя в голове. В то время, когда человек на вас выплескивает эту бурю эмоций, прям запишите под запись у себя в голове, вам нужно сказать, это говорится про себя, да, я был неправ, но я извинился, этот человек имеет право испытывать эти эмоции, но я имею право в данный момент времени, так как я извинился, избавиться от этого чувства. Повторяю еще раз, если вдруг вы извинились, а вас человек пытается дальше погрузить в это чувство, такое бывает, вам нужно мысленно проговорить эту фразу, да, я был неправ, я извинился, тот человек, который сейчас выливает на меня кучу информации, имеет право на свои эмоции, но я извинился, он имеет право на эмоции, а я имею право избавиться от этого чувства вины и простить себя. Таким образом, вы действительно прощаете себя, потому что вы сделали попытку, может быть, человек вас не понял, может быть, человек очень сильно расстроился, но вы сделали попытку, вы извинились, и вы уже не имеете права просто себя винить, просто берите на вооружение. Четвертый вариант, когда вы извинились, а человек вам напрямую говорит, я тебя не прощаю, тогда вы мысленно у себя в голове делаете вот что, говорите, окей, он меня не прощает, но я сделал выводы из этой ситуации и извинился, я сделал все, что мог, или я сделала все, что могла, и теперь я имею полное право забыть об этом случае, я имею полное право двигаться дальше, да, я был неправ, да, я накосячил, да, я извинился, если человек не может или не смог или не может понять меня и не может принять мое извинение, это уже его проблема, вы сделали эту попытку и в этот момент уже можно переставать себя винить. Что делать, если тот, перед кем вы чувствуете себя виноватым, уже отсутствует, ну, по каким-то причинам, либо ушел в мир иной, либо уехал в другую страну и контакты потерялись. Смысл тот же самый, который я проговорил в предыдущем упражнении, только вам это нужно будет делать не вживую, а виртуально. Виртуально это как? Вы садитесь, устраиваетесь поудобнее, либо можно это делать стоя, представляете, что вы этому человеку приносите извинения и моделируете ситуацию, как бы он вам ответил на ваши извинения. если он говорит, да, я уже и думать забыл, ну, по списку, то окей, если он говорит, да, спасибо, спасибо, что изменился, тоже хорошо, если он говорит, если он начинает усиливать ваше чувство вины, проговаривайте внутри эту мантру, да, этот человек сейчас имеет право испытывать те эмоции, а я имею право избавиться от своего чувства вины и быть счастливым. Ну, или в конечном итоге, там, четвертый вариант, он говорит, я тебя не прощаю, вы говорите, окей, да, я совершил ошибку, я извинился, и теперь я имею полное право забыть об этой ситуации и быть счастливым. То есть, если человека с вами нету, если человека с вами нету по какой-то причине, уехал в другую страну, потерялись контакты, ушел в мир иной, то вы эту всю технику проделываете в мыслях по той же самой технологии. Возвращайтесь к этому видео и проделывайте прямо по шагам. Переходим к следующему способу, который поможет вам избавиться от чувства и ощущения иррациональной вины. И, мои дорогие, нужно научиться себя прощать. Сейчас я вам расскажу небольшую метафору, которая вам поможет встать на этот путь прощения себя. Ну и в конце, после метафоры, я расскажу упражнение. Итак, метафор. Жил-был человек. Жил-был человек и, как говорится, умер. После того, как этот человек умер, он поднялся на небеса, точнее, поднялась его душа. Душа со всеми его грехами, со всеми его успехами. В общем, все, что было накоплено за всю жизнь, поднялось в небеса. И вот он оказался перед Богом и решил немножечко схитрить. он решил, что все свои хорошие дела и поступки он положит сверху, а все свои грехи останутся снизу. И попытался пройти в рай. И самое интересное, что Бог его пропустил. Бог его пропустил, он пошел в рай, какое-то время находился в раю, а затем ему стало невыносимо там находиться, и он вернулся к Богу. Вернулся к Богу и говорит, в моей душе слишком мало хорошего, и оно не может скрыть все то плохое, которое есть во мне, в моей душе. И мне некомфортно с этим всем находиться в раю. Наверное, мне нужно идти в ад. На что Господь сказал, ну, я могу исполнить любое твое желание, что ты прикажешь мне сделать. И человек попросил, а можешь ты убрать из моей души все плохое, чтобы я мог спокойно находиться в раю. И Всевышний сделал это. Сделал это, и в какой-то момент душа его стала пустой. Душа его стала пустой, и вместе со всеми поступками нехорошими ушло и все хорошее. Как это получилось? Этот человек забыл о ненависти. И одновременно вместе с тем, как он забыл о ненависти, он забыл и о любви. Он забыл о своих падениях, но одновременно со своими падениями он забыл и о своих взлетах. Ну, и о многом другом. То есть, не было точки сравнения, не было с чем сравнивать. И тогда человек сказал, ты знаешь, быть с такой пустой душой совсем нехорошо. И что же мне делать теперь? Что же мне делать? Мне теперь идти в ад? Но Господь посмотрел на него и сказал, нет, возвращайся в рай. И когда он вернулся в рай, прошло еще какое-то время, он снова вернулся к Богу и говорит, ты знаешь, Господь, во мне столько грехов и я хочу тебя попросить, чтобы ты простил все мои грехи. Мне невыносимо находиться в раю и иметь все свои грехи. И Господь исполнил его желание, он простил все его грехи и этот человек отправился снова в рай. Но через какое-то время он снова вернулся и говорит Богу, Господь, вот ты простил все мои грехи, но к сожалению я не могу простить себя сам. На что Бог сказал, извини мой дорогой, но этот камень мне не поднять, это можешь сделать только ты. Так и вы мои дорогие и я в том числе. Чтобы избавиться от чувства иррациональной вины, нужно учиться себя прощать, нужно постараться завести себе за правило, что мы можем совершать ошибки и осознав свою вину, мы должны себя простить. Без этого не работает. Многие люди испытывают иррациональную вину лишь потому, что после того, как они осознали ошибку, они не сделали выводов и не простили себя. Для этого у нас есть еще одно простое упражнение. Оно тоже связано с великим инструментом ручкой и бумагой. Будем писать письмо прощения или извинения. Садимся чудесным вечером, когда вас никто не будет отвлекать и пишем письмо с извинениями перед собой. Как будет выглядеть это письмо? Алгоритм очень простой. Я прощаю себя и пишите за что вы себя прощаете и дальше пишите принимаю себя таким какой я есть и дальше я прощаю себя за пишите за что вы себя прощаете и принимаю себя таким какой есть. Проделав эту практику несколько раз, можно два, можно три, можно большее количество раз, вам будет становиться с каждым разом легче. кому-то в дальнейшем поможет выкинуть эти листы, кому-то разорвать, кому-то сжечь, кому-то захочется их хранить, чтобы потом через пять лет вернуться к нему поудивляться, как я мог так долго себя винить за то, за что винить себя не должен, ну и так далее. Здесь уже дальнейший способ утилизации того, что у вас получилось, это уже не имеет значения, выбирайте то, что вам по душе. И запомните одно простое правило. Как только вы признали, что вы в чем-то были неправы, вы в этот же момент чему-то научились. Как только вы чему-то научились, вы избавили чувство вины цели, потому что цель нашего чувства вины научить нас тому, как поступать не стоит. Также, мои дорогие, есть еще такое иррациональное чувство вины, которое мы испытываем за чей-то дискомфорт, который не связан с нами. Сейчас поясню, что это значит. Мы идем по переходу метро, и там сидит бездомный, и мы начинаем испытывать чувство вины за него. Есть люди, которые находятся сейчас, в данный конкретный момент времени, в очень плохих условиях, в очень плохой ситуации. и есть в конце концов дети в Африке, которые голодают. И это чувство в себе нужно отслеживать и задавать вопрос, а действительно ли я виноват в том, что этот человек испытывает то состояние, в котором он сейчас находится. И если вы получаете на этот вопрос отрицательный ответ, то все окей. Ну допустим, как вы можете быть виноваты в том, что дети в Африке голодают? Или как вы можете быть виноваты в том, что кто-то сидит и просит милостыни? На самом деле никак. Я здесь не говорю, что помогать это хорошо или плохо. Нет. Но нездоровые ощущения, если вы видите человека первый раз, но вы испытываете за это чувство вины. Если же вы задаете себе вопрос, а действительно ли я виноват в том, что человек сейчас находится в том положении, в котором он находится, и начинаете себе выстраивать какие-то иррациональные пути, того, что да, действительно, я в этом виноват, то здесь вам нужно поработать над несколькими вещами. Первое, поработать над своим эго и всемогуществом, потому что вам кажется, что все зависит от вас. На самом деле здесь ничего от вас не зависит. И здесь нужно четко определять свою зону влияния, свою зону возможностей. За что я могу отвечать, а за что я не могу отвечать, на что я могу влиять, а на что я не могу влиять. Но люди с иррациональной виной очень часто поступают немного другим образом. Знаете, что они делают? Они трахают себе мозг в прямом смысле слова. Они трахают себе мозг за то, что кто-то живет хуже, чем они. Но есть еще одна высшая степень иррациональной вины, когда те люди, которые чувствуют себя виноватым за то, что с кем-то что-то происходит, кроме того, что они сами себя наказывают и трахают себе мозг в том, в чем они действительно не виноваты, другие не трахают себе мозг, так как трахают себе они сами. Вот это прям вообще высший пилотаж, это высшая степень иррациональной вины. Человек чувствует себя виноватым за то, что испытывает другой человек, хотя это никак не связано, и одновременно начинает обвинять других за то, что они не испытывают чувство вины. Это вообще прям высший пилотаж. Как из этого выходить? Опять же, повторяюсь, нужно определить свою зону влияния. На что я влиять могу, а на что я влиять не могу. Что от меня зависит, а что от меня не зависит. Если вам очень плохо, и вы чувствуете себя виноватым за то, что в Африке умирают дети от голода, что вы можете сделать? Здесь только два варианта. Вы либо едете в Африку и либо вы не трахаете мозг себе и другим людям. это здоровая позиция. Если вы готовы влиять на ту ситуацию, готовы отказаться от своей жизни, которой вы сейчас живете, готовы ехать, делать какие-то проекты, то окей, делайте. Даже если вы это делаете среди чувства вины, вы таким образом будете искупать, получать наказание, к которому вы стремитесь. Но если же готовы испытывать чувство вины дома лежа на диване и никаким образом не влияя, то здесь уже стоит задуматься, а не фигней ли я занимаюсь внутри у себя в голове и пытаюсь еще затянуть в эту фигню, которой я у себя в голове занимаюсь, затянуть других людей. Порой у некоторых людей это получается. Поэтому определяем свою зону влияния и свою зону ответственности. За что я отвечаю, за что я не отвечаю, на что я могу влиять, на что я не могу влиять. Если то, о чем вы переживаете, находится в зоне вашего контроля и ответственности, то окей, не вопрос, вперед, делаем. если это просто для того, чтобы посотрясать воздух, то пора прекратить этим заниматься. Это совершенно нормальная стратегия не испытывать чувство вины за то, что оказался кто-то в той ситуации, в которой вы бы не хотели, чтобы он оказался. И еще одна техника одношагового рефрейминга. Она вам очень понравится и вы ее будете использовать. Когда мы сделали что-то не так, мы почему-то начинаем считать себя плохими. есть мы начинаем себя самоидентифицировать с плохим человеком. А на самом теле наши поступки не говорят о том, что мы плохой человек. Хорошие люди тоже могут поступать плохо. И как вы можете в этом случае поступать самим собой? Вы в этом случае поступать самим собой можете так, что если вы сделали что-то плохое, это абсолютно не значит, что вы плохой человек. Вы человек хороший, даже если иногда вы делаете ошибки техника называется даже если я хороший человек даже если я там сделал то-то то-то прям возьмите на вооружение это вот вообще супер карманная заготовка вы допустили какую-то ошибку и не называйте себя плохим мужем прохи плохим братом сыном плохим сотрудником плохим специалистом а вы говорите я хороший специалист даже если я иногда там косячу я хороший муж даже если иногда я там делаю то-то я хорошая мама даже если иногда я не знаю поднимаю голос на своего ребенка мы не идеальны вот вся проблема в глубины чувства вины это желание стать идеальным это желание как вы помните в начале видео я рассказывал его нам встраивают наши родители но мы уже взрослые люди и мы уже можем использовать все те техники которые я сказал и наконец уже простить себя а одношаговый рефрейминг делается еще проще я вам рассказал более сложный способ он называется так а с хрена ли это так или схирали либо другое слово я другое слово обычно использую как это звучит когда я словил себя на том что я начинаю каким-то образом себя идентифицировать с чем-то нехорошим называть себя нехорошим человеком нехорошим тренером там не самым лучшим тренером я говорю а схирали это так и все и проблема решается очень очень быстро и напоследок мои дорогие я вам встрою полезное чувство вины знаете в чем вы действительно виноваты вы виноваты что вы еще не реализовали свои самые лучшие цели мечты и желания в этой жизни а теперь у вас есть шанс либо вы это исправить либо живите с этим